Итак, друзья, всем привет! Как вы все знаете, 25 апреля текущего года китайская компания Xiaomi провела очередную презентацию, где показала очередной новый смартфон собственного производства. Название этого смартфона Mi 6X, он же Mi A2. Итак, чего же такого интересного в данной новинке и что так долго на самой презентации пытались донести до нас китайцы, давайте разбираться. Итак, по порядку. Как вы, наверное, уже успели заметить, что дизайн и внешний вид смартфона мало чем отличается от устройства этой же компании, смартфона Xiaomi Redmi Note 5. Однако, если присмотреться, отличия все-таки есть. Нету никаких пластиковых вставок и вырезы под антенной, как у Mi A1. То есть, как вы можете видеть, смартфон имеет цельнометаллический корпус, плюс ко всему будет много вариантов цвета. На самой презентации показали как минимум 5. Толщина корпуса 7,3 мм, вес 168 граммов. На нижнем торце мы, наконец, дождались порт Type-C. На презентации рассказывали о том, что он расположен по центру. К сожалению, 3,5 мм джека под наушники нет. На правом торце у нас качелька громкости, кнопка питания. На левом комбинированный слот для двух сим-карт или под карту памяти. На верхнем все по стандарту. Второй микрофон и так называемый ИК-порт. Дисплей диагональю 5,99 дюйма с разрешением Full HD+. И с модным на сегодняшний день соотношением сторон. Сверху 2,5D стекло с аэллофобным покрытием. Над ним, опять же, все по стандарту. Разговорный спикер, фронтальная камера, датчики и вспышка. Кстати, фронталку оснастили 20-мегапиксельным сенсором от Sony IMX376. Размером пикселя 2 микрометра. Функция Face ID поддерживается. При съемке задействуется искусственный интеллект, светосильный объектив и вспышка Soft Flash. Так что, любители себяшек, вам привет. Что касается основной камеры, здесь также все отлично. Именно с нее и началась презентация этого смартфона. И биты часму солили одно и то же. Но, как выяснилось, камеры у смартфона действительно неплохие. И о них стоит узнать побольше. Итак, основная камера получила два модуля. Основной и вспомогательный. Оба с сенсорами от Sony. Основной 12-мегапиксельный Sony IMX486 со светосилой f1.75 и размером пикселя 1.25 микрометра. Вспомогательный 20-мегапиксельный Sony IMX376 со светосилой f1.75 и размером пикселя на минуточку 2 микрометра. То есть, по сути, камера должна делать качественные снимки в условиях недостаточной освещенности. Но в этом еще, ребят, предстоит разобраться. Режим Auto HDR. Электронная стабилизация. Оптической, к сожалению, нет. Однако, софт неплохо оптимизирован. И при съемке широко применяется искусственный интеллект. 206 режимов съемки, которые вам подойдут. Также камера способна переводить надписи, сделанные на разных языках, в режиме реального времени. Производительность. Сама платформа базируется на базе процессора от Qualcomm Snapdragon 660, который дополнен видеоускорителем Adreno 512. Оперативка LPDDR4X. Ее 6 гигабайт. А размер встроенного накопителя составил 128 гигабайт. Если кому интересен тест Antutu, в нем смартфон набирает вот сколько баллов. Из коробки фильмная прошивка MIUI 9.5 под управлением Android версии 8.1. Wi-Fi, Bluetooth, GPS GLONASS, поддержка функции Face ID, сканер отпечатка пальцев, голосовой помощник, также поддержка двух сим-карт, сетей LTE, Type-C, а вот NFC, к сожалению, нет. Автономность. Из-за тонкого корпуса мощный аккумулятор установить не удалось. А тот, что имеется, его емкость составляет 3000 мА. Однако, поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 3.0. С ее помощью смартфон заряжается от 0 до 100% чуть менее чем за час. Ну и самый главный вопрос, друзья, это стоимость этой новинки. На старте продаж за версию 4.64 в наших странах будут просить не менее чем 320 долларов. За версию 6.64 чуть более чем 350. Ну и за топовую версию, а это 6.128, придется отвалить чуть более 400 американских рублей. Внизу в описании есть ссылочка, где это можно сделать. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки, писать комментарии. В общем, до новых встреч!